На первом месте Индонезия. Индонезия – это страна в Юго-Восточной Азии, состоящая из 17 с половиной тысяч островов. Здесь проживают несколько сотен этнических групп, говорящих на более чем 300 диалектах. Страна знаменита своими пляжами, вулканами и джунглями. В Индонезии имеется свыше 800 тысяч мечетей. Свыше 12% мусульман всего мира проживает в этой стране. Послание ислама начало распространяться в Индонезии в 13 веке, когда торговцы-мусульмане вели торговлю с местным населением. В Индонезии проживает 229 миллионов мусульман, что составляет большинство населения. На втором месте Пакистан. Для этой страны характерен разнообразный ландшафт. Именно здесь имеются горы, являющиеся одними из самых высоких на Земле. Журнал Forbes включил Пакистан в десятку стран, которые каждый должен посетить. В этой стране насчитывается свыше 1 миллиона 200 тысяч мечетей, что делает Пакистан страной с самым большим количеством мечетей на планете. Ислам пришел в эту страну в 711 году, спустя лишь 79 лет после смерти пророка, миром и благословения Аллаха. 96,5% пакистанцев являются последователями ислама, а всего в этой стране проживает 200 миллионов мусульман. На третьем месте Индия. Индия – самая густонаселенная страна после Китая. Название страны произошло от реки Инд, побережье которой с древности было заселено людьми. Ислам возник в Индии в 7 веке благодаря торговцам-мусульманам. В Индии функционируют свыше 300 тысяч мечетей. Несмотря на то, что лишь 14,2% индийцев являются мусульманами, эта страна находится на третьем месте, поскольку здесь проживает 189 миллионов мусульман. Четвертое место – Бангладеш. Бангладеш располагается в Бенгальском заливе и известен своими зелеными ландшафтами и многочисленными реками. В стране имеется самый длинный морской пляж на Земле и самый большой мангровый лес на планете. Ислам возник в Бангладеше в 7-8 веках, и после приезда торговцев-мусульман и ученых стал главной религией страны. Сегодня в Бангладеше функционируют около 250 тысяч мечетей. Около 90% населения страны исповедует ислам, а общее число мусульман составляет 153 миллиона 700 тысяч человек. Номер 5. Нигерия. Нигерию часто называют гигантом Африки. Нигерия является крупнейшим по численности населения государством Африки и седьмым в мире. Название страны возникло благодаря реке Никер, которая протекает на территории страны. В Нигерии проживает свыше 250 тысяч этнических групп, говорящих приблизительно на 500 различных языках. Страна имеет давнюю историю существования различных цивилизаций, существовавших несколько тысяч лет назад. Ислам возник в Нигерии в 11-12 веках, благодаря развитию торговли, миграции и приезду исламских ученых. К сожалению, нет официальной статистики относительно количества мечетей в Нигерии. Около 50 процентов нигерийцев исповедуют ислам мусульманами. Общее количество мусульман составляет 100 миллионов мусульман. На шестом месте Египет. Египет – одна из самых древних и влиятельных цивилизаций, известных сегодня. Страна соединяет северо-восток Африки со Средним Востоком. Страна, где большинство населения являются мусульмане, богата своей историей и культурой. Именно здесь располагаются всемирно известные достопримечательности, такие как пирамиды Гизы, а также множество других древних храмов. Приближие Красного моря в Египте содержит один из самых нетронутых коралловых рифов. История страны является одной из самых долгих среди известных историй других стран, первые упоминания о которой появились в VI и IV веках до н.э. Ислам стал доминирующей религией в Египте между X и XIV веками. Сегодня в Египте функционируют свыше 114 тысяч мечетей. Около 94% египтян мусульмане. Общее количество мусульман в стране свыше 95 миллионов человек. Номер 7. Иран. Ранее известный как Пирсия, Иран располагается в Западной Азии с населением свыше 83 миллионов человек. Цивилизация этой страны имеет историю, восходящую к 530 году до н.э. Иран граничит с десятком стран, включая Турцию, Кувейт, Ирак, Пакистан и Оман. Ислам проник в Иран в XI веке. 99,5% иранцев исповедуют ислам. Только 10% населения исповедуют традиционный ислам. Но обе группы живут в согласии, несмотря на разницу во взглядах. В Иране свыше 57 тысяч мечетей. Общее количество мусульман в стране 82 миллиона 500 тысяч человек. На восьмом месте Турция. Территория Турции включает часть Западной Азии, Юго-Восток Европы. Это исламская страна, богатая историей и культурой. Страна граничит с восьми другими странами. Турция известна тем, что является местом зарождения Османской империи. Ислам утвердился на территории Турции в XI веке, когда сельджуки начали расширяться на восток Анатолии. В Турции сегодня имеется свыше 82 тысяч мечетей, и 99% турков исповедуют ислам. Общая численность мусульман страны составляет 80 миллионов человек. Номер 9. Алжир. Эта северная африканская страна является второй по величине страной африканского континента. Она также известна как самая крупная арабская страна в мире. Она поставляет в Европу природный газ в большом количестве, и экспорт газа составляет основную часть экономики Алжира. С 670 года ислам возник в стране благодаря династии Уммиядов. Местные берберы массово приняли ислам. В стране действует около 15 тысяч мечетей, и 99% населения исповедуют ислам. Общая численность мусульман страны составляет 41 миллион 200 тысяч человек. Номер 10. Судан. Судан находится на северо-востоке Африки и граничит с Египтом, Эритрией, Эфиопией и Ливией. В стране проживает свыше 40 миллионов человек, что делает Судан третьей по населенности африканской страной. Судан неофициально называют мировой продуктовой корзиной арабских стран, потому что она занимает 45% сельскохозяйственных земель арабского мира. Ислам начал распространяться в Судане лишь в середине 17 века, а затем появилась первая мечеть. Сегодня 97% населения исповедуют ислам, а общая численность мусульман страны составляет 39,5 миллионов человек. Это были 10 самых густонаселенных исламских стран на планете. Население всех этих стран составляет 67% общего числа мусульман мира. Оставшиеся 33% мусульман разбросаны по всему миру. Сегодня в любой стране можно встретить мусульманина любой расы. Ислам был ниспослан с тем, чтобы объединить людей путем мира, наставления и истины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok